Доброе утро, друзья! Моих дочерей зовут Виктория и Елизавета. Кто из вас Виктория, а кто Елизавета? Я Виктория, это Лиза, моя сестра. Татьяна, расскажите вообще, как решились участвовать в конкурсе? Ну, на самом деле, это даже как-то было такое достаточно спонтанное решение. Я решила, это было даже спланировано, как сюрприз для мужа. Я даже как-то говорила это в новостях. Да, у меня муж узнал, что я участвую в конкурсе, вообще из новостей, кстати, как раз вашего канала. Да, так было. Ну, изначально просто дело в том, что меня подвигнуло на участие, что я очень много посвящаю сейчас времени детям, работе, как-то так вот увлеклась семье, а на себя немножко так это... Ну, как творческая личность-то немножко... Подзабыли по себе. Подзабыла, да. Татьяна, вот у меня вот такой вопрос. Я не был никогда на конкурсе «Миссис Ярославль». В чем он заключается? Я же понимаю, что это не совсем конкурс красоты, наверное, да? Да, да. Как раз он отличается от конкурса «Мисс» тем, что участвуют замужние женщины. Тут не обязательно действительно какие-то параметры, там, 90-60 минут. То есть здесь главное, что активная... Жизненная позиция. Жизненная позиция, да, мама должна быть, там, не только на работе, там, ну и так, дети, наличие детей, конечно же. Это такой семейный конкурс, на самом деле. А может быть, самые старшие участницы этого конкурса сколько лет? Есть какие-то ограничения были? Илья, у женщины принято спрашивать. Да, но как раз ограничений не было, как раз у нас вот были и возрастные такие вот, и там бабушка даже у нас участвовала. То есть возраст никак не влиял на победу, насколько я понимаю, да? Нет, нет, нет. В чем же, что же вы делали? Вязали, я не знаю, пели песни, танцевали? Ну, как раз вот там, значит, один из этапов был как раз творческий конкурс. И тут мама или там миссис должна была проявить себя, вот что она умеет? Может печь пироги, я не знаю, там, вышивать крестиком. Но это надо было как бы творчески провести. Расскажите про свой вот творческий конкурс. Что вы с девочками делали? Мы с девочками, так как у нас семья тоже творческая и поющая, у нас выбора-то особо и не было. Вот мне очень помогла моя доченька, она у меня тоже поет. Что вы пели? Какую песню мы пели, расскажи. Музыка нас связала. Она такая достаточно символичная в нашей жизни, потому что мы обе поем, и как-то у нас вот связь такая. Я прям вижу, что вот она хочет напеть, я прям по глазам вижу. А я по Елизавете вижу, что она с удовольствием потанцует. Стоит хочет потанцевать. Может чуть-чуть вместе напоем? А что напоем? Так музыка нас связала, мы вам поможем. Давай. Прямо капельно? Да, конечно. Три-четыре. Па-а-а. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговором твержу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Ну, теперь мне все стало понятно. Понятно, почему вы первая вице-мисс и практически победительница. А как муж отреагировал на вашу победу? Сюрприз удался. Сюрприз удался, да. Ну, и на самом деле им очень приятно. И вот даже, кстати, вот небольшая такая идея потом его была, принадлежала, что он говорит, вот у меня седев, вот он окружен девушками, да, леди, принцессами. И вот он даже предложил, когда у нас был такой конкурс, фэмили лук, это самый прекрасный, мне кажется, конкурс. Фэмили лук, нужно объяснить нашим зрителям, это семейная фотография, да? Ну, даже не фотография, а это выход с детьми, то есть это, как говорят зрители, кто был на конкурсе, это самый такой трогательный конкурс, потому что каждая мама выходит со своими детьми в каком-то образе. Вот мы выходили в образе принцессы, как-то вот таких вот, нам папа так вот сказал, то есть мы выходили в диадемах, в платьях, так вот, потому что вот, ну, как такая идея. И вот мне, Татьяна, мне очень интересно, вот прошел конкурс, как ваша жизнь изменилась? Может быть, какие-то предложения стали интересные поступать? Ну, пока еще времени не так много прошло, но действительно жизнь как-то изменилась, в том плане, что вот даже сегодня пришли в поликлинику, о, наша первая лица. Да, даже иногда и вместо очереди уступают мужчины. Друзья, если вы увидите Татьяну в общественном транспорте или еще где-то, обязательно уступите ей место, помогите, да, наша первая вице-места, она этого достойна. Браво! Аплодисменты вам, вашей замечательной семье, самого доброго утра вам. Спасибо. Новых побед в семье и в творчестве. Спасибо. 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 То, что ребенок так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова